Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames и это ролик-обзор мыслей на будущую предстоящую игру в стиме, о которой мало кто слышал, в стиле выживания симулятора за животных под названием The Hunted. Недавно один из админов дискорда игры под ником Divinity написал мне VLS и предложил стать будущим закрытым бета-тестировщиком игры, а также вступить в их дискорд. Ну собственно я немного был удивлен, что за игра и вообще что за дискорд, покопав информации и пообщавшись докладываю. Небольшая компания друзей разработчиков, которая так вдохновилась играми Путь Титанов, The Isle и Animalia Survival, решили создать свой амбициозный проект игры выживания за животных дикого мира. И причем, как они сами говорят, что проект должен появиться в стиме в сентябре этого года. The Hunted это игра выживания с открытым миром, которая позволяет игрокам испытать все трудности охотника за дикое животное, направленное, но увлекательную реалистичную экосистему, в которой игроки смогут выживать и процветать в динамичном и постоянно меняющемся мире. Игрушка, соответственно, мультиплеер онлайн. Честно говоря, этот проект мне понравился. Посмотрев краткие ролики разработки, скриншоты, я скажу одно, что эта игра, на мой взгляд, будет лучшей из мира выживания за диких животных. Точных системных требований разработчики пока не говорят, но скажу одно, что игра будет построена на движке Unreal Engine 5. Также, как говорят разрабы, что игра выйдет на консоли. Из заявленного точно есть Xbox и PlayStation. В список животных войдут уже с начала старта такие животные, как анаконда, медведь, буйвол, шимпанзе, крокодил, олень, горилла, ягуар, леопард, носорог, тигр и волк. На начале старта бета-версии игры будет карта, на которой будет один биом, на котором игроки смогут играть, но определенно в будущем будет еще множество других биомов, которые они хотят привнести в будущем. Также в игре будет гнездование, где игроки смогут пройти весь жизненный путь в качестве выбранного животного. Еще в игре будет половой деморфизм, что позволит нам отличить самцов от самок. По поводу механик игры у многих персонажей будет своя боевка. От анаконды, которая сможет душить животное, до тигров, которые смогут набрасываться на жертву и разрывать ее. В игре также будет дневной и ночной цикл, также будет и погода, хотя скорее всего на начальном этапе она не будет реализована на все 100%, как хотят разработчики. Дожди, грозы, шторма, засуха. В игре также планируется ввод искусственного интеллекта ботов, но пока не ясно, что это будут за животные. Кстати, о биомах. Будут в основном тропические леса, и их в будущем будет аж целых 5. В игре будут также реки, озера и океанские биомы, в которых будут обитать некоторые морские представители. Не уточняют точно, кто будет играбельным, но вот различного рода рыба в них будет обитать точно. Баланс животных более-менее уже заготовлен и при правильной стратегии игрок сможет получить шанс на выживание на определенном виде. Также в игре будет и система скинов, а при гнездовании мы сможем приобретать некоторые скины родителей и, как уверяют разработчики, некоторая система генетических способностей, приобретенных от родителей. Напоминает бермуду вроде. В игре также будут и различного рода животные летуны. Кто, пока что не уточняется, в игре обезьяны и шимпанзе смогут лазить по скалам и деревьям. Эта механика уже существует. Так же, как и некоторые виды диких кошачьих, например, леопард и ягуар включительно. По стоимости игры мне не уточняли, но скажу так, что на патреоне игра стоит достаточно много. Самая большая ставка 350 долларов. Да, и кстати, в игре будет пассивный рост. Но, как сказали разрабы, что рост будет немного преувеличен по временям. То есть он будет происходить быстрее, чем в том же The Isle или Путь Титанов. Ну, а пока на этом, наверное, все. Будем следить за проектом, посмотрим позже, что к чему. Обязательно подпишись на канал и поставь палец вверх. Не скупись. Субтитры создавал DimaTorzok